Прогулочная площадка с безопасным покрытием и игровым оборудованием для дома-малютки многие годы была мечтой. Но благодаря содействию главы района Олега Хромова, депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова и бизнесмена Владислава Рымши, теперь у детей она есть. Владислав это все сделал, осуществил. Он просто сегодня, Дню защиты детей, осуществил детскую мечту. И я всех поздравляю с таким праздником. Здесь находятся особенные дети. Для некоторых каждый шаг дается с большим трудом. Но благодаря людям, которые неравнодушны к судьбам этих непростых детей, возможностей для развития у них стало больше. Площадка необходима, площадка функциональна. Площадка позволяет сплотить детей наших групп, которые теперь вместе здесь играют, оборудование изучают. И поверьте, это такое развитие и эстетическое, и физическое, и нравственное. В этот день воспитанники учреждения вместе со всеми детьми на планете радовались празднику. Глядя на их искренние улыбки, невозможно скрыть эмоции. Кажется, что ребенок просыпается в каждом из нас. Ну, руки скорее в сторону! Руки в сторону! Лети, как самолет! Лети, как самолет! После трогательного приветствия для дорогих гостей была проведена экскурсия по учреждению. Удалось посмотреть и территорию, и зайти внутрь. Особое внимание привлекла сенсорная комната. Оснащенная современным интерактивным оборудованием, она помогает развить у детей мышление и воображение. А также снижает импульсивность и улучшает концентрацию внимания. Татьяна Жукова, педагог-психолог, пропускает судьбу каждого ребенка через свое сердце, помогает забыть страхи и раскрыть способности. Как все знаем, что улыбка – самый коммуникативный жест. Вот моя задача – научить ребенка улыбаться, научить любить окружающих, потому что многие детки попадают из суровых, я бы сказала, условий. И поэтому моя главная задача – научить их любить жизнь, научить любить окружающих и заменить им по возможности их близких, которые, к сожалению, у них отсутствуют в данный момент. У персонала учреждения важная и ответственная миссия – не только реализация творческого и рабочего потенциала детей, но и адаптация для комфортного вхождения в социум. Это высоко квалифицированные специалисты, которые отдают душу этим детям и, конечно же, стараются дать им хоть частичку семейного тепла. Практически каждому ребенку уделяется персональное внимание. И именно поэтому я говорю, что работа персонала – это самое важное. Ну и, конечно же, их человеческие качества мы не перестаем оценивать. Дети, не знающие тепла родного дома и оказавшиеся в этом учреждении, точно не останутся без внимания. Здесь к каждому особое отношение, но все же хочется, чтобы таких детей во всем мире было меньше. Алексей Мельников, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.